Всем привет еще раз. Я сегодня подготовил презентацию по PHPStorm. PHPStorm на самом деле инструмент, с которым большинство из вас работает ежедневно. Наверное, сложно рассказать что-то новое о нем. Возможно, что все, что я буду рассказывать, вы уже знаете, но тем не менее, если хотя бы что-то вы вынесете из этой небольшой презентации, то я буду очень рад и буду понимать, что презентация была подготовлена не напрасно. Хотел бы сказать, что поскольку у нас такой довольно-таки жесткий регламент, я ее урезал от перечальной версии, которую подготовил. И оставил, ну, только вещи действительно, на мой взгляд, стоящие. Также я из тех же соображений, чтобы просто ужать доклад, сделал скриншоты, которые я вставил в презентацию, и я не буду показывать в шторме, да, чтобы, опять же, сэкономить время, но ссылку на презентацию я оставлю, и можно будет потом посмотреть, вспомнить и что-то воспроизвести, если будет необходимо. Первая особенность, первая фича, о которой я хотел бы рассказать, это scopes. Что такое scopes в PHP-шторме? Это набор файлов, с которыми можно проделывать разные операции. Например, удобно выбирать файл в навигации, понимая, к какому скопу он относится, искать использование в рамках скопа, проводить инспекцию года и также удобно ориентироваться по цветам в режиме дебага. Вот здесь, на этом скриншоте видно, что скопы можно настроить в разделе appearance and behavior scopes. Вот в левой области мы видим, что здесь можно добавлять новые скопы. Здесь всего лишь нужно указать имя и паттерн, по которому создается скоп. В виде паттерна можно задать либо директорию, файлы в которой попадут в скоп, либо можем выбрать рекурсивное добавление и добавить в скоп все файлы в директории рекурсивно. Немножко выше скопов есть файл colors. После того, как мы выбрали скоп, мы можем перейти в этот пункт меню. И здесь будет два таких окошка, где скопы можно распределить. Либо он будет локальный, либо он будет глобальный. То есть скоп будет разделяться между другими проектами. А также можно выбрать каждому скопу свой цвет, для того, чтобы можно было бы в режиме навигации и дебаггинга легко их отличать друг от друга. Вот на этом скриншоте я хотел бы показать, как именно скопы, для чего они нужны. Если мы определяем каждому скопу цвет, вы видите, что в окне файлов проекта, немножко может плохо видно цвета, но вот в этом окне здесь скопы определены, разделяются по цветам. То есть зеленым у меня отмечен скоп с тестами, голубеньким я отметил все модули magenta и темно-синим модули, за которые потенциально ответственна наша команда. И то же самое, то есть мы можем не вчитываться, а уже по цветам легко сориентироваться, где какой скоп находится. То же самое в стактрейсе вызовов, я пометил файлы фреймворка самого оранжевым цветом, файлы библиотек желтеньким, файлы, вы видите, что голубой цвет соответствующий всем модулям, и файлы наших модулей, потенциально за которые мы ответственны, они темно-синим. То есть не обязательно вчитываться там в название, а достаточно посмотреть на цвета, и это может уже помочь сориентироваться, скоординироваться. То есть на мой взгляд это значительно более удобный вариант, чем просто когда стактрейс выводится без цветовой подсветки на белом фоне. И также вы можете обратить внимание на то, что файлы, которые открыты на данный момент, они также в заголовках подсвечиваются выбранными цветами. Также я хотел бы следующим пунктом рассказать за две утилиты, которые можно интегрировать, ну они по сути интегрированы в PHPStorm, просто их нужно подключить. Эти утилиты вы знаете, это код-снифер и масс-детектор. Эти утилиты у нас используются для статического анализа кода. Первая это код-стайл, вторая это более архитектурные моменты, баги, там не оптимальный код. Код-снифер состоит сам по себе, эта утилита состоит из двух консольных утилит. Это PHP-CS и PHP-CBF. Первая утилита это поиск, ну ищет как бы неисправности код-стайла, CBF может исправлять их, но в Storm только первая интегрирована, то есть только на поиск она работает. И масс-детектор это просто удобная такая обертка над PHP-Depend утилитой. Она как бы больше для того, чтобы удобно можно было PHP-Depend конфигурировать. Значит, для того, чтобы эти утилиты заработали у нас в режиме реального времени, в нашей инспекции их нужно подключить. Они у нас прописаны в Composer JSON в секции Required DF, поэтому, соответственно, нужно сделать сначала Composer Install или Update. После этого перейти в настройки Languages and Frameworks PHP, и там будет отдельными двумя пунктами код-снифер и месс-детектор. Нужно выбрать исполняемые файлы и после этого включить инспекции. Вот на скриншоте я покажу вам, где это делается для месс-детектора. Код-снифер точно так же настраивается, как и месс-детектор. Все то же самое. Значит, после того, как мы заинсталили композером наши утилиты, мы выбираем выполняемый файл. После этого нажимаем кнопку Validate, и PHP-Storm нам покажет, что все окей, он как бы подключил. Если кнопка Validate не отработает, не будет вот такой зеленой поп-апа такого, значит, что-то не так, значит, нужно посмотреть, все ли правильно сделали. Но, в принципе, там никаких проблем быть не должно. После того, как мы это сделали для код-снифер и месс-детектора, необходимо перейти в пункт меню Editor, Inspections, и там появятся у нас две инспекции новых. Их нужно включить, и после этого все заработает. То есть появятся инспекции. Согласно настройкам, здесь можно указать также время отклика. То есть, допустим, 5 секунд будет предполагать, что каждые 5 секунд будет делаться анализ. И появится наряду с основными включенными инспекциями самого шторма. Это касательно инспекции. Также я выделил вот в красную рамку еще один плагин. Он называется PHP Inspections EA Extended. Это отдельный плагин. Насколько я так точно не смотрел, но, насколько я знаю, мы его не используем в Magento. Но, на мой взгляд, он довольно-таки хороший, достойный внимания. Вот вы видите, что тут много полезных инспекций. Это архитектурные моменты. Он проверяет HP Units, Security, Control Flow. То есть просто как рекомендация. Кому интересно, установите, попробуйте, используйте. Я думаю, что многие найдут его для себя полезным. Следующий момент, о котором я хотел бы рассказать, это External Tools. Что это такое? Это, по сути дела, просто любое CLI-приложение можно подключить как External Tools. Это могут быть генераторы кода, всевозможные пре-постпроцессоры, утилиты и так далее. По сути дела, вы можете использовать это также и через консоль. Но у External Tools в PHP Storm есть две очень полезные особенности. Во-первых, как параметр в контекст вызова можно передавать какую-то информацию контекстную, которая связана с этим вызовом. Например, можно путь текущего файла проекта, можно путь к PHP выполняемому файлу также задать через переменную окружения. Я дальше на слайде покажу. И второй момент, это то, что External Tools, эти можно объединять, их можно вызывать через специальное меню Tools или через контекстное меню, которое можно вызвать по клавишам. Оно называется Quick List. Это окно настройки одной из External Tools. Я хотел бы показать, что здесь передан макрос в качестве параметра, который встроен в PHP Storm. В данном случае конкретно этот макрос просто берет из вашего буфера обмена информацию, которая туда скопирована, и подставляет ее как параметр. Также Working Directory задано также через макрос. То есть, вот этот Project File Gear, это root-директория вашего проекта. То есть, по сути дела, можно этот External Tool использовать, если у вас настроено несколько проектов, то его можно из любого проекта использовать и подставить за правильный путь. То есть, очень, на мой взгляд, удобно. А где посмотрели эти переменные? Эти переменные... Сейчас я покажу. Манули. Пошло. Так. Вот, когда мы нажимаем Insert Macro, например, выводится список всех переменных, и рядом с ними описание. Вот. И если оно может зарезолвить эту переменную, то оно сразу отображает в Macro Preview возможный вариант ее... Также я хотел бы еще рассказать о том, что эти переменные окружения можно создавать самостоятельно. Но, к сожалению, эта часть выпала немножко из моей презентации. Но просто я так, чисто для того, чтобы вас проинформировать, скажу, что здесь есть Pass Variables. Такой пункт, да? Где вы можете создавать свои собственные переменные и потом использовать их также в качестве Microsoft. Это то, как можно получить доступ к вашим External Tools, либо через меню, как я говорил, Tools, External Tools, либо вот через такой Quick List. То есть их можно объединить в Quick List такой. О том, как это сделать, я расскажу следующему. Значит, Quick List. Что же это такое? Это просто меню, в которое вы можете набить любые External Tools, которые вы создадите. Значит, здесь вот этими bullet point'ами отмечено то, как это сделать, но я думаю, что удобнее будет показать на скриншотах. Вот, например, как сделать это. В пункте Appearance and Behavior Quick List вы можете выбрать создать новый Quick List, задать ему имя, описание какое-то и скомпоновать туда ваши команды. После этого Quick List задать определенную клавишу и он будет доступен по нажатии этой клавиши из шторма. Это очень быстро, удобно получается. У меня, ну, когда что-то надо сделать, часто используемые команды, например, инсталляция Magento, дамп базы данных текущего проекта или какие-то другие команды, которые вы ежедневно используете, но постоянно вы пишете их в консоли, можно объединить Quick List, и мне кажется, что это значительно продуктивность повысит вашу. Следующий момент – это Scratches. Что такое Scratches? Scratches – это временные файлы-черновики для разных целей, для редактирования кода, для выполнения операций поиска, исследовательских целей и так далее. В Scratches есть два вида. Простой Scratch – это файл с определенным типом, который позволяет использовать его по прямому назначению. То есть, если это PHP файл, то туда можно написать PHP код, и этот код можно выполнить сразу же, можно дебажить, все то, что можно сделать с обычной PHP скриптом. Просто я знаю, что для таких целей некоторые используют, и я сам раньше использовал, специальные онлайн-интерпретаторы PHP, где если надо код выполнить какой-то, идешь онлайн, забиваешь код, выполняешь онлайн. Это не очень удобно, на самом деле в шторме это делать гораздо быстрее и удобнее именно при помощи Scratch файла. Если настроен интерпретатор, сразу же можно вбить код и запустить его на запуск, и в консоль вы получите результат. И Scratch буферы. Scratch буферы – это тоже черновики, но это чисто текстовые файлы, их всего может быть пять. Они будут создаваться от первого до пятого, когда вы будете создавать шестой, то он перезапишет просто первый. Поэтому это очень сурубок для текста и временные файлы. Я не думаю, что они очень функциональны, но все же для каких-то коротких заметок это очень хороший вариант. Common Line Tools. Common Line Tools – это так же, как и External Tools программы, которые можно выполнять тоже из консоли, но фишка и приятная такая особенность их заключается в том, что вы можете настроить для них специальный файл со схемой, который будет описывать схему команд вашей Common Line Tools. Я использую у себя два Common Line Tools. Это Composer для обычных команд Composer и BIN Magento. Я создал файл Definition. Это схема как раз для BIN Magento. В презентации здесь есть ссылка на GIST. Вы можете скачать этот Definition, установить его себе, и у вас получится команда BIN Magento со всей документацией, которая там есть. Возможно, эта документация не совсем актуальна, но если вы захотите ее дополнить, то я буду очень благодарен. Я ее потом мы сможем разместить, и все смогут этим воспользоваться. Common Line Tools конфигурируется в пункте меню Tools, Common Line Tools Support. Вот здесь сконфигурированы у меня две команды. Можно задать командам alias, и я задал alias M и C. Соответственно, мне не надо писать BIN Magento. Мне достаточно написать просто M и сразу же писать команду. Также вот вы видите, что у меня здесь использованы переменные окружения. Вот PHP Executable. Это как раз PHP исполняемый файл. Project File Use. Вот я отключаю дебаггер. И, собственно, вот так приблизительно она выглядит. То есть с левой стороны это просто документация для команды BIN Magento, общая документация. Она доступна по кнопкам стандартная комбинация Ctrl-Q с описанием всех команд. И уже когда вы вбиваете команду, у вас появляется список, сужающийся по мере набора команды. И также по каждой команде можно в отдельности отобразить документацию. Можно посмотреть, какие аргументы она принимает, какие флаги она принимает. То есть, на мой взгляд, это очень удобно, особенно для тех команд, которые там нечасто используются, забываются как раз самое то. Так, и последнее, последнее, о чем я хотел бы рассказать, это дебаггинг JavaScript. Я так думаю, что не все знают о том, что JavaScript можно дебаггить в PHP Storm. И это, на мой взгляд, я лично для себя нашел это значительно более удобным способом дебаггинга, чем в браузере. Потому что, во-первых, привычный интерфейс, который удобно использовать. Также, когда мы ставим breakpoint, мы можем вызвать список всех breakpoint стандартной комбинации Ctrl-Shift-F8. Из общего этого списка ими удобно управлять, ее можно отключить, ее можно сконфигурировать прямо из списка. И, одним словом, я сейчас уже не использую консоль браузера и полностью в шторме дебагжу JavaScript. Что нужно для того, чтобы это сделать? Нужно, чтобы был установлен плагин JavaScript Debugger, установлен и включен. И также нужен браузер Chrome с расширением JetBrains и DSSport. Все, больше ничего не надо, ничего конфигурировать не надо. После того, как этот плагин был установлен, открываем наш сайт с Magento правой кнопкой мыши Inspect в PHP Storm. После этого плагин добавит окошко такое желтое в браузере о том, что дебаггинг готов. И все. То есть после этого мы ставим breakpoint прямо в файле JavaScript у себя в IDE и IDE сама подхватит сессию и остановит на breakpoint. То есть очень удобно, попробуйте обязательно. я думаю, что вы также оцените этот способ дебаггинга, как и я. Вот скриншот я здесь привожу. Вы видите, это файл JavaScript с LGS какой-то. и собственно все то же самое. То есть не отходя от кассы, также в одной сессии, по сути дела, в одном вызове вы можете дебажить сразу же и PHP скрипты и сразу же оно без шоу переходит и на JavaScript. в этом есть если необходимость. То есть не покидая IDE как бы супер, на мой взгляд, просто супер. Все то же самое, все панели те же самые, поэтому устанавливайте, пользуйтесь. Собственно все, о чем я хотел сегодня рассказать. Вопросы какие-то могут быть. Вопросы?